Культивировали коноплю. Сотрудники наркоконтроля в рамках операции МАК задержали саратовцев, которые выращивали наркосодержащие растения на собственных дачных участках. Подробности самых крупных задержаний смотрите в нашем следующем сюжете. Вместо выращивания овощей и фруктов, члены саратовского садового товарищества «Родничок-62» решили заняться более прибыльным, по их подсчетам, делом – возделыванием конопли. На небольшом участке предприимчивые огородники умудрились вырастить 359 кустов. Высота почти каждого растения составляла под 2 метра. На момент задержания садовода в дачном домике был найден первый урожай – более 2,5 килограммов марихуаны. Теперь наркодельцам грозит внушительный тюремный срок. Данное преступление подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного в части 2-231 статьи УК РФ и предусмотрен наказание до 8 лет лишения свободы. Не менее предприимчивым оказался еще один саратовский дачник из садового товарищества Латухина. Задержанный 39-летний Хатим говорит, продавать марихуану не собирался и чудо кусты выращивал для собственного потребления. Даже после обнаружения сотрудниками полиции готовой расфасованной марихуаны и мерных весов, мужчина утверждал, что в продажу его продукция ни разу не поступала. По факту хранения наркотиков было возбуждено уголовное дело. В целом же за полгода работы сотрудники наркоконтроля изъяли из оборота более 156 килограммов опасных веществ, преимущественно марихуаны. Гашишного масла изъято 3,5 килограмма. Маковые соломы изъято 8,6 килограмм. Выявлено и уничтожено 780 очагов дикорастущих наркосодержащих растений на общей площади 75 гектар. Масса уничтоженных растений составила 970 тонн. Оперативно-профилактическая операция МАК-2015 проводилась с мая по октябрь. За это время сотрудники наркоконтроля выявили около полутора тысяч преступлений, связанных с оборотом опасных веществ. Екатерина Барковская, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.